Он с мужеством прошел всю войну от Калинина до Калининграда. Своё 98-летие отметил ветеран Великой Отечественной войны Хамид Канаматов. Виновника торжества поздравил глава Крачево-Черкеси Рашид Темрезов. За праздничным столом Хамид Абулович поведал всем гостям о военных годах и о том, как советские солдаты сражались на фронте. С ветераном Великой Отечественной войны пообщался и наш корреспондент Альхан Лепшоков. Его яркой судьбе отразили все значимые события в истории нашей Родины. Ветеран Великой Отечественной войны Хамид Канаматов вспоминает, что ему пришлось приписать себе два года для того, чтобы попасть на фронт. Сегодня Хамид Абулович вспоминает годы войны, подчеркивая, что война беспощадна и трагична. Но именно сплоченность, самоотверженность и любовь к отчизне дали возможность одолеть врага. Всё время на ногах был, всё время две минуты в движении. И постоянно попадал под артиллерийские налёты и ориентировался. И вот когда в самое страшное время центральная группа армии «Центр» создали крупную ударную группу и начали со стороны новостокольников освобождать окружённую группировку, которую мы держали в окружении и сжимали кольцо в Великих Луках. Смелый и решительный командир Хамид Абулович во время жестоких боёв обеспечивал бесперебойную связь, несмотря на огонь врага. За это было отмечено орденами Великой Отечественной войны первой и второй степени, двумя орденами красной звезды, медалью за боевые заслуги. День победы ветеран Хамид Канаматов встретил на передовой. Вспоминая эти дни, Хамид Абулович отмечал, что этот долгожданный день люди встречались с радостью и порой со слезами на глазах. Утром 9 мая начали немцы к колоннам выходить. Вот в этот день увидели бы вы, Канаматова, Хамид, увидели бы вы, такая радость, наполненная урудией. Солдатики наши, обгорели на солнце пилосочках, они подпятили парадные формы, обстели, колоннами по батальонам, начали сдаваться. Поздравить именинника пришли глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов и мэр Черкеска Руслан Тамбиев. Глава республики пожелал ветерану крепкого здоровья и отметил, что Хамид Канаматов является образцом доблести и мужества. Сегодня на его примере должна воспитываться наша молодежь. Мы благодарны Хамиду Абуловичу за победы, и мы должны помнить их подвиги и то, какой ценой советские солдаты завоевали мир. В свою очередь Хамид Канаматов поблагодарил всех за поздравления. После в ходе чая питья он рассказал о военных годах и показал свои фотографии военных лет. Альхан Лепшоков, Руслан Харченко, Вести Карачаева, Черкесия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова